Так, ребята, погнали! Чик-чирик! Гранд-финал Estotic Cup номер 5 2022 года. Base Master, первая карта из противостояния, а это Best of 5. Инзомни и по правилам турнира напоминаю вам каждый раз, но может кто-то забыл. Для выходца из верхней сетки приготовлен ништяк, ввиду одной уже выигранной карты. На момент начала гранд-финала. Так как Макстер прошел по верхней сетке, значит эта регалия достается ему. И одной выигранной картой он выбрал руины, ребята. На данный момент уже 1-0. Хороший! Не удалось убить Бейзу Макстера. Хорошо, есть время подлечиться. Хороший, блин, но Бейз попал в ответ. Молодчиком. Молодчиком первый фраг за Бейзом. Давайте смотреть. Хороший, блин, но Бейзу Макстера. Ребята, я скину группу. Я скину группу ВК чуть позже. Видно, не работает муботовская команда. Или кто у кого есть уже группа в ВК, скиньте, пожалуйста. Человек два раза уже просит. Хорошо. Бейз охраняет Мегу до нее еще 20 секунд. Наловился немного дамага от Макстера. Но это, в принципе, ничего не знает. Два фрага преимущества уже есть. Муха очень неплохо тебя показывает. Ошибочно. Срейливает Макс. Ой-ой-ой. Там совсем мгновения не хватило Макстеру, да буду бежать. Да. Меги. Ну да ладно, ребята. Бейза третий фраг. Явно пригодится. 3-1. Красиво, ребята. Все-таки расправилась Муха с Макстером. Четвертый фраг на счету Бейза. Уверенно лидирует, так скажем. Ух. Макстер словил Бейза. За некой ошибкой мувмента вперся в угол и не смог найти проход дальше. 2 секунды до красного. Ммм, красивая рельса. Как же прочитал четко позицию оппонента Макстер. На контроле находится Рейнджер. И только лишь догонять строго, подлавливать. Шафт. Но здесь, да, шафт слишком быстро уходит. Строго рельса, очевидно, более выгодное решение. Сохраняет контроль. Эх, как же обидно Бейзу, ребята. Прямо перед Мегой. Сплэш решил по-другому. Поднял его. И не дал забрать. Бейзу все равно держится впереди. Еще много времени. Инзом не очень активная карта. Макстер, как мы видим, занял позицию на Меге. Но у него нет рельсы. Будет ли пользоваться этим Бейз? У него есть рельсы. Прошу прощения, что-то я прозевал в момент ее подбора. Осталось пять минут. Пять секунд обеги. Строго Джамба заходит на позицию. Ее заема Макстер. Попадая в рельсу, отгоняет Бейза, как мы видим. И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ровно девяносто было, ребята. Ровно девяносто. Не больше, не меньше. На одну рельсочку-то. Смотри. Эх, ха-ха. Не хватило мгновения Макстеру, дабы выцелить Бейза. У него бы получилось, я думаю. Закрывать будет. Да, сфера имеется. Даже не разменивал сферу. Нужна ракета. И прекрасный выход на красный. Начинает жрать всю карту. Ух, у Бейза сейчас явно нехорошо дела. Пять секунд до красного. Пять секунд до миги. Хладнохрованно выждал Макстер этого. Этой позиции забил, несмотря уже на летевшего и атакующего его пикера. Хорошо. Удалось штрафануть Бейзу Мегу. Ой, Мегу. Красный. Прошу прощения. Заговаривался стал под конец вечера. Секунда. Вот как попавшие рельсы при подъеме айтемов действуют на подъем следующих, ребята. А именно человек, находящийся в контроле после попавшей от противника рельсы, уже очень часто перестает быть на нем. Нет брони у Макстера. Очень опасно. Красиво, ляль. Шо делает? Четыре секунды. Неужели? Ебать, ребята. Но он достоин. Вы посмотрите, он достойный. Он Бейза доджит, ебать. Просто Бейза доджит. Это достойный малый вообще Макстер. Бейз спускается во все тяжкие и все-таки убивает. Да, ребят. Удается ему появить характер. Прогон по респам. Еще один фраг, полторы минуты. Давай, Бейзушка, покажи скиллушку. 10 секунд до красного, это не до счет. Это время дано Макстеру, дабы развиваться. Красиво вообще, очень красиво. Организатор турнира в чате, ребята, из Тоди. Здорово. Привет, Эстоди. Что ты, малой, как дела? Молодец Бейз за минуту до конца. Просто перевернул спять ситуацию, которую рисовал Макстер. Всю игру просто заорганничал. Проявил характер. И вот он. Хороший, просто хороший. Надел эту рельсу на него. Вот это молодчиком, бля. Проявил характер, ребята. Проявил характер. Молодец. 30 секунд, 3 фрага. Если уходить на плюс бэк, тем более с мега, и уже все. Уже все. Мне кажется, Бейз сравнял счет пока. Очень красиво. Молодец. Молодец. Какая же интрига была. Было видно момент некого даже отчаяния, что Бейз именно свидетели последнего шанса, ребята. Я называю это. Свидетели последнего шанса. Им и воспользовался. Бейз по красоте заделал. Заделал. Сравнял счет по картам. 1-1. В гранд-финале, ребята. Нам да еще лучше. Смотрим дальше. Что же я думаю про Квейк Чемпионс? Очень сложно прогнозировать. И многие, ну, такие скептики, так скажем, предсказывали некую гибель Квейк Чемпионс еще 4 года назад, когда я начинал стримить и знакомиться с этим всем комьюнити и всего остального. 4 года как-то живем, и за 4 года, признаюсь, только лишь развилось все. Да, есть ProLiga. К сожалению, там нет русских и белорусских игроков. Сейчас ввиду этих неких санкций. Вот. Но есть любительские турниры, на одном из которых мы сейчас присутствуем. Вот в чате у нас из Тотти Геймс, ребята. Это меценат-организатор данного турнира. Это серия турниров. Это уже не первый год идет. Еженедельные турниры. Лиги были, ребята. Сейчас вот в таком формате, в котором могут прочники участвовать. И это только лишь набирает обороты. Спасибо всем, кто участвует, ребята. Мы комьюнити Квейк. И в любом случае, я даже не знаю, чем должен хвастаться Квейк, чтобы все говорили о том, что он жив. Для меня лично Квейк жив. То, с каким рвением бьется его сердце сейчас даже руками не официальных организаторов, а организаторов из комьюнити. Руками меценатов, организаторов турниров, проигроков, игроков, стримеров, ребята, и вообще всего нашего комьюнити. Мне кажется, чего еще желать лучше? По-моему, мы все делаем правильно. И спасибо всем за некую, некую все-таки командную работу в этом плане. Вот, как-то так. Так, ребята, вторая карта. А вернее уже, по большому счету, третья. Получается, в дырку пролетела ракета, ебать! В дырку пролетела ракета, статурал Макстера. И подбил рельсу его бейс. Вот это скилуха, ебать! Вот это хайлайт в дырку! Макстер зарабатывает свой первый фраг. Мигай ему в подарок. Хороший! Ну, начинает прессовывать, ребята! Начинает прессовывать! Молодец! Четвертый фраг пошел. Начинает поддушивать, да. Контроль основных айтемов, по крайней мере, по таймингам сохраняем. Выход на красный. Удастся ли сожрать желтый? Пытается найти отверстие, да! И по заднице все-таки прилетело. Некий абьюзер-спа? Нету хп. У анарки этим и пользуется бейс. Прогон по респам на такой тошной карте, как дип эмбрейс. Одна из важнейших составляющих в таком салате, который называется победа. Второй фраг от Макстера. Всегда ребята сразу начали действовать наши мысли по поводу камбэк ли это. Изрил ли камбэк? Мега лежит. Анарки потерял верхний желтый, потерял мегу. Очень много дамага на нет бейс. Хороший рельс! Не показалась хорошая идея Макстера, когда бейс прожал ульту. Все-таки решил надамажить бейстера. Бейстера! Бейстера! Ха-ха-ха! Эх, в это отверстие, которое нехитрый, но сложный угол характеризовало. Макстер не попал, а бейс, как мы видим, все-таки удосужился. Молодец! Так! Носовочка! Хороший мой мальчик вообще! Ну-о-о-о! Обьюз Респа! Макстер начал беситься, это видно, ребят. Счет перестал быть детским, вернее, разрыв по счету перестал быть детским. Пять фрагов уже достаточно, немало даже для Дип Эмбрейса. А времени-то уже добрую половину сыграно. Бейстер сохраняя контроль, так же удается сохранить и хладнокровие. Не дает брони Камакстеру, а он воевать, конечно, без него не особо так рад. Шоу-га! Нет, думаю, дрельца добьют, а шоги там особо и нету. Мега! Верхний желтый появился. Красный. Как хорошо, да, ребят, считать, когда сверху есть индикаторы появления. Десять три, ребята! И это первая пила за турнир, насколько я понимаю. Первая пилишка. Повоевать еще хочет Макстер, как мы видим, оставаться. Блин, второй раз. Ну все, дядя, это жижи надо писать. Ребята, он выдержал паузу и в третий раз все-таки стрельнул в эту щель между досками. Блин, а он на юморе парень хороший. Классный выбор. Классный выбор. Ебать, просто ебать, ну как они это делают? Абьюзер из пауна. Да шогу надо, наверное, стрелять. Мега лежит. Да, они одновременно будут подняты. Не на руку Макстер, это играет. Так, ребята, менее полутора минут, минута десять и три фрага. Ну что, из рил ли камбэк или не из рил? Останусь вот так. I see. Stars. Тянет время бейс по понятным причинам. Ля, не получается в анарке. Эх, к сожалению, не получается. Красивый мансы делает Макстер. Но бейс здесь был лучше. Не получится догнать. Не получится. Ге-ге. Хотя попытки очень красивые. Болотчиком держался Макстер очень долго. Но вначале как же точен был бейс. Как же он вообще был сногсшибательен. Б-б-б-бейс. Джи-джи, ребята. 2-1 в пользу бейса. Вот такие вот пирожочки. 2-1 по картам, ребята. Бейс впереди. Хочется рельсу, конечно, Макстеру очень сильно. Две хвоздинки. Ух, не держит следующую. Несмотря на словленную с вертикальную ракету, бейс продолжил атаку и попал в Макстера. 1-0 на его счету. У Макстера есть рельса. Нужно быть аккуратным. Слышит его сверху. Мега красный лежат. Отвечает взаимностью на попадание рельсы бейс. Ой-ой-ой-ой. В дырочку этот второй раз за турнир. Агент тоже пробовал эту рельсу на вкус. Ой-ой-ой-ой. В эту дырочку вообще просто. Уф. Удивил, удивил, говорит Макстер. Даже остановил атаку на Мегу. Ух, штраф. Второй. Не держит рельсу бейс. Красный лежит, как мы видим. Понимаю, что противник снизу, нужно собрать халявку. Так себе, конечно, внезапность и не особо отличалась атака, так как было время подготовиться у бейса, потому как он слышал джамп-ад. Уф. Агрессивный выпад от бейса прожима билки. Защищается Макстер. Ух ты, по жопе. Ебать, ебать. Сравнивает счет, засадив две рельсы прямо перед Мегой. От этого может даже подпригореть немного, жопанец. Хайграунд, уникс. Но зря же начал драться бейс за эту позицию. Явно невыгодная была. Красиво, до конца пытается драться Макстер. Выдерживает некоторые паузы, дабы прострелить. Абилка. Вроде бы расчет правильный был на стороне Макстера, но как-то не сложилось. Эти четыре или три секунды бейса удалось посчитать более лучше, чем Макстеру. Не удалось. Ой-ой-ой, там на отстреле. Красиво. Красиво. 3-1. Прихвоздил голову. Таак. Так. Про мега уже, наверное, думать особо не придется. Хотя парочка рельс может исправить ситуацию. Кричит вайзер. Осталось совсем чуть-чуть. Красная лежит. Вайзер восстанавливается. Понимает Макстер, что там не может много быть хп. На трипл, конечно. Обилка собранная полбеды. И еще один броник. Чудесно. Вышла из инвиза Никса, не попала. А бейс этим воспользовался. Именно дал знать, кто здесь папа, да? Хороший бейс. Хороший. Молодчиком. Загорелась уже жопа немного у Макстера. Вернуть за 4 минуты 4 фрага на ДМ6 будет крайне тяжело. Напомню, что это возможный матч-поинт для бейза. Только лишь одну карту ему достаточно выиграть, чтобы стать чемпионом. Этого турнира. Так. Так. Ах, прилетело. Три минуты 5 фрагов. Макстер начинает зажевывать контроль. Но ввиду того, что Никса должна бегать туда-сюда и 5 фрагов, это очень немало. Бейс правильно себя ведет, красиво. Я бы, конечно, жестко затихарился, но он чувствует нахождение оппонента. Снизу желтый. А вот и айбилка. Красота, ребята. Пахнет победой. Красиво вышел из этой ситуации бейс, руки-джампа вышел из возможной атаки Макстера, который был в инвизи. Менее двух минут до конца, по-прежнему 5 фрагов. Секунды как иглы вонзаются в Макстера. 4 фрага для него. Стэка совсем не остается, а вот мега досталась к бейзу. Секунды как иглы вонзаются. Красавчик бейс, ребята, снова возвращает пятый фраг преимущества. И именно на это Макстер отвечает ничем другим, как пишет ГГС, ребята. Поздравляем бейза на пятом турнире в 22-м году. От Эстоте он именно становится чемпионом. Красота вышел из сетки Лузерол и подряд три карты затащил. Да, Макстер кувыркался. Неплохие шансы имел также на всех этих картах. Но, как мы видим, Саша, когда входит в некий полутакой аркадный бешеный режим, его уже не остановить. Поздравляем, ребята. Гигает красота.